Дмитрий Левыс, политолог-международник, эксперт Центра Объединённая Украина, присоединяется к нашей беседе. Дмитрий, рады видеть в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Дмитрий, ну скажите, вот как вот это оценивать и как правильно читать вот подобные заявления? Получается, ну а если мы говорим о каком-то продвижении истории под названием не мир, но начало, да, перспективы каких-то переговорных процессов, то получается это может быть, да, такой, ну, первой, да, первой историей под названием начало, если мы увидим, а точнее не увидим, да, очередных обстрелов критической инфраструктуры. Ну это продолжение системной украинской политики и позиции, потому что это речь идёт об одном из результатов глобального саммита мира. То есть вот в коммунике, которое было принято, там как раз речь шла, да, тоже и об энергетике, и речь сейчас идёт о работе соответствующих рабочих групп, да, то есть вот мы именно об этом и говорим, да, то есть Украина как раз, в общем-то, всё в рамках своего мирного плана, который формула мира. И более того, несмотря на то, что творит Россия, несмотря на вот эти преступления, а я-то, кстати, напомню, что за, именно за удары по энергетической инфраструктуре Украины, два персонажа российской политики, а именно Герасимов и Шойгу, они уже стали фигурантами ордеров на арест от Международного уголовного суда, за то, что они таким образом причиняли страдания, специально, да, это было сделано действие на причинение страданий массовых украинскому народу, да, то есть вот о чём и речь. Поэтому и Украина в очередной раз предлагает, да, сделать так, чтобы ход войны возвращался в туда, туда, где есть права, есть законы и обычаи войны, есть, опять же, возможность ввести её не так, как ведёт Российская Федерация, то есть вот это абсолютно логично и, естественно, что, ну, раз мир желает весь видеть, что какие-то движения к миру должны быть, Украина в очередной раз выходит с конкретным абсолютно предложением. Тут больше речь сейчас идёт о неких, да, подготовках к договорённостям каким-то, либо всё-таки это уже какие-то действия определённые должны случиться, чтобы мы могли констатировать, что действительно уже вот начало положено. Я думаю, что про договорённости какие-то или переговорный процесс тут несколько рано говорить, да, да. Пока что идёт всё равно о том, чтобы, ну, показать, что возможно какое-то движение, да, то есть и вот тогда уже может быть какие-то, если будет деэскалация, да, тогда уже можно о чём-то говорить. А пока что, пока речь идёт о том, чтобы продемонстрировать, да, то, что это возможно. То есть, ну, в перспективе, да, конечно же, наверное, можем об этом говорить, но объективно, как по мне, это несколько рано пока говорить именно о том, что это начало диалога, да, там, или как договорённость. Потому что Россия демонстрирует неспособность диалога. Ну, вот пусть доказывает, что она как-то что-то может. И пусть мир, в общем-то, тоже в этом в очередной раз убеждается, да, что, наверное, всё-таки, да, где-то какие-то возможны какие-то действия. Давайте также поговорим о том, что Украина готова обсуждать любые варианты мира, но только те, которые предусматривают территориальную целостность и полный суверенитет страны. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Гермак. По его словам, благодаря процессу, достигнутому после первого саммита мира в Швейцарии, Киев готов согласовать возможные рамки мира на второй встрече. Серия из десяти тематических конференций по каждому из пунктов формулы мира завершится в конце октября. Услышим позицию, продолжим беседу. На саммите мы хотим построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества, на благо всех наших народов. Формула мира устанавливает основные принципы мира в Украине, но все государства должны активно участвовать в разработке рамок соглашения. Мы готовы обсудить любые варианты корректировки нашего предложения, при условии, что они соответствуют международному праву и предусматривают территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ и полный суверенитет. Украина, как жертва агрессии, не может принять никаких изменений, которые угрожают ее существованию, праву на самоопределение или человеческому достоинству народа. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, в статье для Хаввудштадтсбладет. Слушайте, Дмитрий, а стоит вот в этой позиции усматривать, возможно, давайте так, изменения определенного подхода, хотя бы на уровне риторики официального Киева по поводу того, как мы можем выходить на какие-то переговоры? На самом деле я бы не сказал, что произошли действительно большие изменения какие-то. Почему? Потому что действительно формула мира основана на международном праве. То есть изменения риторики, его в общем-то и не происходят. Почему? Потому что то, что президент Украины Зеленский не один раз регулярно говорит, недавно, когда и план победы презентовался, то есть речь шла о том, что никаких изменений относительно торговли, никакой торговли суверенитетом и территориальной целостностью происходить не может. Здесь, в принципе, мы тоже видим это. И есть рамка, по которой мы можем идти к миру. Это формула мира. И вот, да, есть абсолютно логичное, зрелое предложение о том, что если, поскольку мы отойти от этой рамки никак не можем, поскольку это все на основе международного права, но есть дух, есть буква, и вот в связи с этим мы можем конкретно обсуждать каждый пункт плана, как он реализуется или, да, как его трактовать, что можно сделать. В ответ же мы видим, что Российская Федерация рассказывает о том, что надо условие не мира, а условие начала переговоров – это признание территориальных реалий, как они называют свое провозглашение захвата украинских территорий и с какой-то радости объявления их в Конституции Российской Федерации. То есть это нарушение международного права, нерешимости границ. И Украина, в конце концов, когда заявляет об этом, она, в общем-то, защищает мир. Почему? Потому что, и это миру надо бы осознать, потому что признание вот этих российских территориальных захватов – это нарушение принципа территориальной целостности, хельсинских соглашений и начало ревизии границ не только где-то по миру, а и в самой Европе, где все было очень стабильно после 1945 года и в 1975-м, после 70-е годы было закреплено после Хельсинской. Поэтому, да, можно говорить, да, нужно обсуждать, да, можно по поводу реализации, как прийти к этим пунктам. Все эти пункты, каждый из них прорабатывается, но есть фундаментальные вещи, которые, ну, точно никак не изменятся. При этом продолжение российских ударов по гражданским объектам Украины, а также привлечение солдат КНДР к боевым действиям, свидетельствует о том, что вот Москва как раз стремится только к продолжению войны. Ну, а все так называемые мирные инициативы со стороны Кремля – это пустой звук. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций при украинском Минкульте. Его аналитики подчеркнули, единственный действенный способ остановить войну заключается как раз в реализации украинского плана победы. Он лишит агрессора возможности продолжать боевые действия, также заставит Москву стать на путь честной дипломатии. Но реализация этого плана требует решительной поддержки Украины со стороны международных партнеров в политической, военной, экономической сферах. То есть, ну, тут фактично речь идет, вероятно, о том, что все-таки, но с Российской Федерацией говорить не о чем. Мы видим, что там действия прямо противоположные, эти эскалации происходят. Ну, однозначно. И более того, на самом деле, миру нужно быть гораздо более принципиальным именно в этом плане сейчас, после того, как произошло, в конце концов, на самом деле, уже, можно говорить, вовлечение Корейской народно-демократической республики в войну, поскольку была разрушена система международных санкций, достаточно редкая, которая была построена с помощью ООН относительно этой страны изгоя, да, конкретно за разработку ядерного оружия. То есть, и Россия это сделала, и более того, мы сейчас видим, что эта тема будет, в общем-то, и дальше продолжать развиваться. То есть, поэтому, естественно, что, да, Украина, в общем-то, это отмечает, и это то, на что должен мир обратить внимание. — Смотрите, Дмитрий, если в целом мы говорим о истории под названием, да, будущее, да, какие-то там переговорные треки, на которые Киев и Москва могут выйти, да, на перспективу, как вы считаете в целом, да, какие условия могут сложиться хотя бы для начала, да, при том, что президент уже заявил по поводу отсутствия обстрелов критических объектов инфраструктуры, да, понимая, что зимний период, это как раз вот та пора, когда очень остро ощущается какая-то беда или же проблема в той самой энергетике. — Ну, на самом деле, тут речь еще идет и о свободном судоходстве, да, то есть и президент об этом тоже говорил. — И это, в общем-то, объективно и это ясно по одной простой причине, что мы уже видели, когда проблемы с поставками украинского продовольствия на мировые рынки приводили к глобальным проблемам, то есть это очевидно, что Россия пытается таким образом сантажировать. Другой момент, что на самом деле, да, у нас есть определенный перекос в вооружениях, да, то есть Украина не владеет целыми там классами вооружений, которые есть у России, мы не будем говорить даже о ядерном оружии, но, тем не менее, есть, да, есть принципы, да, которые нельзя нарушать, но, в общем-то, если есть военная необходимость, то, в общем-то, и в условиях такой тотальной войны, который ведет Россия, может так получаться, что и российская инфраструктура может будет оказываться под ударом, и это просто, ну, по ходу войны. Точно так же, как и, скажем так, российское судоходство, оно тоже, оно, во-первых, вся эта инфраструктура сейчас существует, порт Новороссийского используется и как военной, так и гражданскими судами. Поэтому, естественно, что поведение России, ну, мягко говоря, еще и такое, ну, слишком уж, таким, самоуверенное в этом плане, могут происходить очень разные вещи, и гуманитарные катастрофы, она может, она имеет способность расширяться. Поэтому, то есть, такие слова украинского президента, и это, в общем-то, логичное предупреждение о том, что война, она живет своей жизнью. Поэтому, естественно, что вот, да, поднимается вопрос о том, что украинская инфраструктура и украинские судоходства, которые важны для всего мира, они должны, по отношению к ним, должно применяться международное право, права и обычаи войны. Дмитрий, абсолютно. Ну, будем следить, как будет развиваться эта история, и с вашей помощью также будем анализировать и заявления, и позиции, которые озвучиваются в этом плане. Спасибо вам. Дмитрий Левыс, политолог-международник, эксперт Центра Объединенного Украина, был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.